дешевые бренды как у сига как у сига кто такой сиг не знаю явно тут есть какой-то бренд да кто то это делает копирует какого-то сига я не видел бренда сиг ну вот как у сига хотелось бы мне узнать как выглядит реальный сиг но к сожалению такой возможности у меня пока что нет в любом случае эти наушники стоили 150 рублей и они приехали именно так будто их танк раздавил что написано linke series universal wire to your phone with microphone даже микрофон есть удобно носить легкий дизайн шокирующий бас запомните это очень важно в любом случае давайте посмотрим что внутри да то впечатление будто их уже кто-то вскрывал до меня пакетик как у себя не запечатаны никак просто есть круто наверное совсем короткий кабель неожиданно короткий но сами наушники конечно на них тоже не написано какой из них правый какой левый да если есть бренд сиг то это наверное самый плохой бренд в истории человечества а как у сига пытается стать вторым самым плохим брендом а может быть и превзойти того же в комплекте нет дополнительных насадок если ваши уши не подойдут к этим наушникам то все говорится you're out of luck сейчас мне надо будет их наверно послушать и сказать насколько же они плохие потому что ну пока что ощущение да тут как бы вряд ли что-то их спасет конечно же для тестирования звука я буду пользоваться самым технологичным решением это смартфон сяоми 9т pro ну как бы сяоми они говна не делают понимаете все это лучший бренд как бы дешевый сердито но при этом хорошо и тут есть разъем под наушники даже на моем телефоне с которого я снимаю нет понимаете как бы этот телефон он крутой действительно смогу вставить давайте посмотрим да детектируется как гарнитура то есть микрофон мы тоже будем тестировать естественно ну даже так я уже слышу что как бы басов никаких нет тут одни меды как бы ладно это это шутка конечно давайте слушать по нам о боже ох эти прекрасные времена сразу мне это такая ностальгия меня пробирает то есть я вставил сейчас уши в уши скажем так я почувствовал те же самые эмоции те же самые ощущения которые я чувствовал тогда когда покупал ваш они самые дешевые наушники которые стоят там 50 рублей это было где-то 5 или 10 лет назад то есть просто ты вставляешь и ты понимаешь что эти наушники полное дерьмо капель настолько низкого качества первых он он держит форму он не должен ее держать это как бы уже показатель во вторых я не знаю какой право какой левый наушник я уже говорил об этом это отвратительно но в третьих ты слышишь этот кабель ты его просто слышишь чтобы ты не делал ты слышишь кабель как бы это не слушабельно но давайте послушаем все да это отвратительно тут мало того что одни меды басов практически нету но они чуть-чуть заметным их это вранье никакого шокирующего баса тут нет это просто да музыка звучит просто отвратительно она превращается в какую-то кашу но короче да это самые плохие наушники которые когда-либо пробовала у меня много наушников было в своей жизни как бы качество звука как будто упало то есть тут 320 килобит секунда mp3 а я слушаю как будто 96 килобит я не знаю как это работает но это отвратительно ладно я дам этим наушникам еще один шанс давайте включим что-нибудь другое долго наконец-то интро звучит опять же нормально стереоэффект есть слушайте на самом деле ничего рок на этих наушниках не звучит а эти так сказать поп музыка майкл джексон звучит нормально я удивлен триллер звучит нормально я удивлен как так не ну типа все равно минусы наушников как бы остались но это звучит намного лучше дорог звучит отвратительно здесь низкие частоты просто в говно и верхние частоты задействованы и нижние и музыка превращается в кашу просто это отвратительно ладно на паузу поставлю хочу сказать что на этих наушниках на самом деле не только меды здесь очень ярко выраженные высокие частоты просто там вот эти все хай-хеты и прочее оно звучит прям очень громко басы они выражены чуть-чуть они есть но они прям слабенького выражены их можно услышать это уже хорошо но но что-то не то и как я понял меды в кашу превращаются либо когда начинают одновременно играть басы и верха все кто же в кашу превращается короче я не так и не понял в чем конкретно проблема но слушать рок на этих наушниках невозможно слушать поп можно да здесь басов очень мало они звучат но по сравнению с верхами они не звучат сейчас начали просто играть и верха и низа все только я слышу верха такие себе конечно наушники получились даже все хватит и я больше не могу это это невозможно просто так короче говоря сегодня я наконец-то пошел на работу устраиваться в так называемый озон и собственно говоря ну там прошел собеседование мне сказали что зарплата будет ну учета там около пяти тысяч значит в неделю но я сначала согласился потом наш подумал ну как-то пять тысяч это слишком знаешь ну маловато наверное надо хотя бы шесть может быть даже 7000 ну я пришел к ним собственно говоря первый день на работу и сказал что давайте вы мне заплатите сразу 6000 тогда мы поговорим у меня короче просто выкинули нафиг с работы ну такие вот интересные истории получаются у меня да знаю абсолютно не не выдуманные абсолютно правда это честно и говорится справедливо прости сиг но ты мне никогда не нравился я решил тебя убить посмотрим сможет ли мой philips уничтожить эти наушники ни разу не пробовал это делать но как говорится пришло время включаем scarlet fire на компе да ну началось началось я послушал там что-то играет очень плохо очень тихо но подождите может только один наушник работает да только один то что этот адаптер видимо не очень оптимизирован ну чё я могу еще treble поднять бас но это абсолютно не слушабельно я удивил как наушники до сих пор не взорвались короче эта штука явно может заставить их кряхтеть вот так оно должно звучать ееее ладно это слишком много бас короче наушники кринж и через этот адаптер к сожалению оно нормально не работает это видимо для микрофона а ну да господи одно кольцо чё не дурачок короче да вот такие вот наушники как у сига я честно скажу вам что сиг он просто это абсолютно абсолютно бесполезный конечно бренд если он конечно существует ну и как у сига он такой же бесполезный бренд в принципе они скопировали очень неплохо качество поэтому кто такой сиг я все еще не знаю но наверное как у сига у них сделать получилось то есть и кака и сика в принципе вот такой вот бренд интересный получился так что никто никому не советую эти наушники покупать это полное дерьмо ссылок оставлять на их естественно не буду никто мне их не засылал я сам их купил сам расстроился как говорится ну и как говорится теперь их можно только не знаю упаковать обратную упаковку сжечь и как бы и все так что вот так вот спасибо за просмотр подписывайтесь на канал если вам такое понравилось и как говорится всем спасибо до новых встреч пока